МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, дорогие друзья! Ну вот сегодня мы уже в каком? В шестом, в седьмом, в седьмом уроке. И мы продолжаем говорить про патриархов. Но вначале я чуть-чуть повторюсь, чтобы вы не потеряли мысль. Я рассказывал в прошлых уроках, как деградирует мир. Я разбил это на три падения. Первое – разрушение идиллии или гармонии с Творцом. Второе – разрушение гармонии между человеком и Творением. То есть была какая-то интегральная связь. И праведная жизнь человека развивала бы Творение, а греховное – разрушала. И поскольку человек выбрал грех, то Бог не мог стерпеть, что грех человека разрушает Творение. И он что-то в нас перекрыл, что-то закрыл. И разрушил эту связь, интегральную человека с Творением. Теперь, если мы грешим, грешим против себя. Третий уровень деградации – это была трагедия, которая случилась там в долине Щинар или Синар по-русски со строительством Вавилонской башни, когда Господь просто забрал вещи, которые объединяли все народы мира к тому времени. И это были и какой-то универсальный язык и еще что-то. Я тогда привел в пример, скажем, интернет, то, что объединяет сейчас нас. И катастрофа эта могла быть после всего. И тогда, поскольку люди были намного более развитые, когда Господь изъял, как написано в Писании, этот давар, который миахет, который объединяет всех, то что-то случилось, что люди просто потерялись. И, как я говорил во время строительства Вавилонской башни, там они наверху, как говорят некоторые историки, это вообще очень сложно доказать что-то внятно, там было два пульхана, два места поклонения. Одно Мардуку и одно Иштар, или одно Мардуку, это были человеческие жертвоприношения, а Иштар, она представляла плодородие земли. И там были просто частью культа различные сексуальные оргии. Что интересно, когда мы читаем Священное Писание, мы многократно сталкиваемся с повторением вот этих вот идолов, но иной раз мы видим, как эти идолы меняют имя. К примеру, где мы слышим такие повторения, помните, был такой герой книги Эстер, Мардыхай, а ее звали Эстер, и у того и у другого это были ассимилированные имена. Мардыхай от слова Мардук, а Эстер от слова Иштар, но мы знаем, что там у Эстер было и другое имя, Хадаса. Потом мы встречаем Мардука под именем Бааль, или в греческой культуре это Зевс. Иштар это или Астарта, или Артемида, или Венера, или, или он же, он же, он же, помните. Что интересно, в современном мире Вавилон по-прежнему присутствует, но часто не в религиозном ракрусе, но по-прежнему Мардуку приносятся человеческие жертвы во время войн, во время насилия, во время абортов. И мы видим распространяющуюся неверную, оргическую, я не знаю, как назвать, распутную систему, которая как бы в ней религиозного поклонения оскверняет людей, но по сути это все та же Иштар, все тот же культ плодородия. Короче говоря, можно назвать весь мир Вавилоном. И вот я начал рассказывать на прошлом уроке, как Господь начинает воздвигать исцеление, антивавилон. И по сути в Аврааме Господь Бог дает миру еще один шанс. Он дает миру шанс, пытаясь, или не пытаясь, пытаясь к Богу не относиться, делая, созидая в Аврааме народ, который внутри себя может преодолеть эту дисгармонию Вавилона и образовать единственное. Ну понятно, мы все дети Адама по-любому, и в Аврааме, и в Саре, и в Ицхаке, и в Якове, в двенадцати их Якова детях, буйствуют тоже вещи, но Господь исправляет. И почти все они приходят в определенное пророческое, духовное совершенство, связывая между собою некую цепь, которая осознанно, они понимают, мы связаны друг с другом, потому что Господь соединил нас вместе, чтобы мы являли миру исцеление, исправление, чтобы воздействовать на этот мир. Ну вот в этом как бы эта идея. Я, кстати, хочу заметить еще одну вещь. Понятно, что когда я интерпретировал все вот эти вот падения и нефилим, и ангелов, я включал в некоторых случаях свое воображение или, как я назвал, фантазию. В некоторых случаях я ссылался на какие-то книги, типа книга Еноха или Юбилеев. И есть другие апокрифические книги, к которым мы, повторюсь, не цепляйте меня за язык, мы не относимся к ним ни в коей мере как к священным писаниям. Абсолютный авторитет — это священное писание, но есть разные пути интерпретировать эти писания. И вот здесь, заметьте, одну интересную вещь. Есть в писаниях, в священных писаниях вещи, которые запрещено интерпретировать широко. А есть вещи, которые мы можем впадать в самые различные фантазии, и ничего страшного в этом нет. Что мы не можем интерпретировать широко? Взаимоотношения между людьми. Писания очень четко говорят. Взаимоотношения мужа и жены с детьми, с ближним, с дальним. Когда случается проблема, когда случается воровство, обида, насилие, блуд. То есть писания определяют человеческие взаимоотношения очень четко и требуют, чтобы мы их соблюли. А другие вещи, которые прописаны только одной строчкой, про Господа, про какие-то непонятные вещи, сыны Божьи, входили к вечерям человеческим. Здесь как бы писания говорят, ну, включите ваш разум, думайте по-разному. Потому что интересно, послушайте, что интересно, мы, верующие люди, очень часто, то, что запрещено вольно интерпретировать взаимоотношения между людьми, мы, наоборот, интерпретируем очень легко и начинаем говорить, ты прав, ты виноват, а я считаю, а ты не так, а это то. А то, что касается Бога и таинственных вещей, где у нас, да, есть по писанию свобода, мы загоняем в коробку. Если кто-то думает чуть-чуть иначе, мы сразу клеймим его еретик, с таким не обращайся. Послушайте, это называется лицемерие. И я хотя бы хочу достичь через эти уроки всего лишь нескольких вещей, чтобы мы могли свободнее смотреть на историю человека, ставя в величайшую цену взаимоотношения друг с другом, а все остальные вещи, чтобы мы допускали какие-то вещи, которые могли и раньше не укладываться в наш характер. У меня был когда-то такой опыт с одним католиком, большим католиком, большим человеком. Его звали, он уже умер, Питер Хоукин, он умер почти, был 80 лет, он был теолог. И я помню, во время одной из встреч, он небольшую группу людей, в которой был и я, водил по Ватикану, по собору святого Петра. И он, ну как бы, когда он преподавал какие-то вещи и учил, мы там все с открытыми ртами сидели, он просто без напознания. И на каком-то этапе я вдруг вижу, он стоит на коленях перед одним изображением, иконой. Потом раз он встал на колени возле могилы какого-то из пап, потом еще возле, и мы вернулись в гостиницу. А так нас распределили, что я с ним был в одном номере, в одной комнате, и учитывая, что он лет так на 35 старше меня, я был просто вне себя от возмущения. И говорю, брат Питер, ты же такой образованный человек, как ты можешь не Творцу молиться, а вот этому? И знаете, что он мне ответил? Он мне дал интерпретацию нескольких мест Писания. И когда он сказал эти слова, я подумал, я вообще не согласен с его интерпретацией, но она имеет место быть. И если он так понимает, кто я такой, чтобы его убедить в другом? Я к чему говорю? Друзья, некоторые из нас смотрят на Творца, на заповеди, несколько иначе, не проблема. Но я сейчас пользуюсь привилегией и даю вам еврейский взгляд. Пойдемте дальше. Будем читать дальше об Аврааме, ибо о том антивавилоне, который Господь просто делает. И я в прошлый раз немножко взволнованно говорил об этом, сегодня, наверное, опять буду так же говорить. Не обессудьте. Бог созидает инструмент, которым бы он мог исправить мир. И я даю небиблейское название этому инструменту, антивавилон. Можете дать библейское, Божий народ. Можете дать другое библейское, Израиль. Можете дать более пространные названия, как хотите. Короче говоря, мы продолжаем. Я прочитаю еще пару мест Писания. В прошлый раз я цитировал Исаию 41 главу, там где сказано, «О, малый Израиль, ты будешь в руках моим молотом, делающим горы, как Мякину». Интерпретирую, скажу, делающие горы зла, горы Вавилона, как Мякину, чтобы развеять их. А вот другое место Писания. Это 49 глава Исаии. И опять Господь пророчески через уста Исаии провозглашает для Израиля некоторые слова. Хотя здесь кто-то скажет, это не об Израиле, это слова о Машехе. И я вам скажу, амен в и амен, конечно о Машехе. Но и об Израиле тоже. С третьего стиха, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я говорю, напрасно я тружусь, я пошу как волы, ничего не получается. А потом я пробуждаюсь, говорю, ой нет, моя награда, она у Господа. Чего я такой нытик? И ныне говорит Господь, пятый стих, образовавший меня от чрева в раба себе. Повторюсь, это и для Машеха абсолютно верные слова, и для народа израильского. Ну уж извините меня, если кто-то на антисемитской ноте здесь вот смотрит эту передачу. Но здесь об Израиле. И здесь сказано, Господь избрал меня в раба от чрева, чтобы обратить к нему Иакова. И чтобы Израиль собрался к нему. То есть, чтобы собрать рассеянные колена. Чтобы вернуть людей, евреев, их наследников из Галута в эту землю. Для каких целей? Я не знаю, это другой вопрос. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И мало того, говорит он, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковых. И для возвращения остатка в Израиль. Но я сделаю тебя светом народов. Чтобы спасение моё простилось до конца земли. Абсолютно про Машеха, но абсолютно и про Израиль. Ладно, идем дальше. Итак, Бытие 18 глава. И мы видим, что Господь говорит с Авраамом. А точнее, там мы видим ситуацию с ангелами. И вот один ангел, он уже исчез, он уже не присутствует здесь. И некоторые торгуют. Нет, эти трое, среди них был один Господь, а два ангела. Возможно, и так, я вижу ситуацию иначе. Три ангела. Один сказал Аврааму и Саре, я говорю тебе, у Сары будет через год ребенок. И он пошел, исцелил Сару, прикоснулся к ней, слово послал, я не знаю, и исчез. Ангелы существа направлены для исполнения какой-то функции. Два других идут вместе с Авраамом. А Авраам внутри, в сердце, имеет ясное чувство, что в этот момент он может разговаривать с Творцом. Вот ангелы эти двое стоят, а он разговаривает с Творцом. И Творец разговаривает с ним, как с другом. Хотя, если кто-то истолкует это по-другому, что двое плюс Господь рядом, неважно. Но, по факту, здесь они обращаются с Авраамом, как с не только побратимом таким, или тем, с кем заключили контракт. Помните, я говорил про трансформацию Авраама от бизнес-партнера до друга Божьего, или слуги Божьего, и после до раба Божьего. Мы подойдем к этому. И вот он как друг говорит, утаю ли я чего от Авраама? Он же мой друг. И мы разговаривали, и я рассказывал, что Авраам начал спорить с Господом. И даже с этого мы учим, что в еврейском народе установилось такое понятие, как миньян, или 10 человек, которые могут определить будущее нации. В праведность, в добро или во зло. Кстати, это капитально согласуется с недельной главой Реэ, которая была на прошлой неделе. И там говорится, что хочешь выбери, хочешь выбери проклятие, хочешь выбери благословение. Чем не демократия? Что хочешь выбирай. И, короче говоря, мы читаем в 18 главе, как заканчивается этот торг Авраама с Господом по поводу количества праведных в доме Игаморе. И 19 глава рассказывает, как два ангела заходят туда, в Содом, и Лот их забирает к себе в дом. Как жители с дома Игаморы пытаются изнасиловать этих ангелов, потому что они не знают еще, что это ангелы. Ну, может быть, они были более рослые. Могли быть и более рослые люди тогда. Помните, мы говорили про этих потомков Нефилим. Возможно, они тоже как-то выжили после потопа, мы не знаем. Но вот эти вот рослые ходят, и мы хотим их познать. И многие в данном случае обвиняют жителей Содома в Содомии. И, естественно, священные писания однозначно высказываются по поводу этого греха. Но, как я уже говорил, эти вещи были, есть и, наверное, будут до восстановления Царства Божьего на земле. Я имею в виду про Содомию и про всякие такие вещи. И не это, по еврейским понятиям, является основной проблемой Содома и Игаморы. А основной проблемой Содома и Игаморы являлась необузданная гордыня. И так говорят мидраши, что поскольку Содом и Игамора находились в Орданской долине, и там все росло, кинев в землю любое зерно, оно вырастало очень быстро, они были нечрезвычайно богаты. И через Содом и Игамору проходили торговые пути. Естественно, они там клепали налоги по полной программе. И чтобы получить гражданство Содома и Игаморы, нужно было пройти определенный курс. И у них вообще не было в обычае принимать гостей. И даже Лот, помните, он стал жить возле Содома. И только в этой главе мы читаем, что он уже в Содоме. То есть получил гражданство. Гринкард стал просто настоящими документами. Он добился некого признания. И вот говорят, что в традиции Содома и Игаморы было полное пренебрежение к странникам. Там не было такого коврам. Увидел троих, побежал, позвал их в свой шатер. Они наоборот пренебрегали людьми и гордились. Типа, мы такие крутые, а все остальные это пыль подорожная. И они говорят, Лоту, ты что, только получил гражданство у нас, а ты уже нарушаешь наши традиции непринятия гостей. Короче говоря, одно из толкований, что Господа Бога просто оскорбила вот эта благодать, процветание данное с Дома и Игаморе, превращенное ими в необузданную гордыню. Ну и мы читаем, что там случилось. Сначала ангелы ослепили часть людей, потом они забрали Лота, его жену, его двоих дочерей. Они отошли от города и что-то случилось. Небеса разверлись, разверзглись. И вы знаете, в истории можно почитать, что подобные события происходили еще в других местах. Я сейчас не помню, но где-то в акватории Индийского океана что-то случилось с одним островом, что там тоже типа серо выпало. Если кто-то вспомнит это происшествие и напишет в комментариях там какие-то данные, я буду признателен. Короче говоря, все. Сейчас можно поехать там, где был Содом и Гамора. И мы вот буквально пару дней назад вместе с семьей были там. Шикарное Мертвое море, абсолютно удивительная вода, соляной берег. И не чувствуется, что там произошла такая трагедия. Но трагедия на этом не закончилась. Хотя там погибла масса людей, и мы не знаем сколько. Это могли быть полумиллионные города. Я уже приводил вам в пример, что, как некоторые говорят, во времена потопа там погибло пару тысяч человек. Нет, абсолютно нет. Люди размножались полторы тысячи лет от Дня Адама до потопа. И население земли могло быть в десятки, может быть, в сотню раз больше, чем то, что мы имеем сегодня. Ну, я могу утрировать, ошибаться. Ну, уж извините меня за такие предположения. И Содом и Гамора, это было что-то громадное. И вот жена Лота превращается в камень. Процесс этого я не понимаю, не могу вам описать. Возможно, ее ослепило, но она прямо в соль превратилась. Не знаю, окаменела. Не знаю, наверное, в греческом эпосе это что-то связано, как посмотреть на голову медузы Гаргоны. Не знаю, с чем сравнить, но, по сути, Лот оказывается своими двумя дочерями в пещере в полном тотальном страхе. И здесь мы читаем о грехе инцеста. Кота Лот, его дочери опаивают его, и каждая переспала с ним, и каждая родила от него ребенка. Муав и Амон. И пошли два народа. Амонитяне и Муавитяне. И некоторые говорят, ну, вот, великий грех. Да, согласен. Но я почти уверен, что и Лот, и его две дочери думали, что они последние. Они думали, что Господь повторил только в огне суд над землею. И они остались в этой пещере, в пустыне. И только их трое. И, возможно, дочери Лота с чистой совестью подумали, нет, человечество не должно оборваться на нас. И они сделали то, что они сделали. И, возможно, это причина, почему позднее от Муава произошла Рут. Вы помните такая ли Руфь по-русски? И она стала прабабкой царя Давида. То есть, она стала, по сути, цепочкой избранного звена, чтобы в мир пришел Машех. И видите, что Господь делает вещи, часто допускает непонятные вещи в нашей жизни. Поэтому я хочу, во-первых, ободрить каждого человека, кто по ревности сделал глупость. Попросите у Бога и прощения, и мудрости. Не делайте глупости еще. И двигайтесь прямым, верным путем по Писанию. Тогда ваши жизни станут частью вот этого, этой цепи Господней, спасительного народа, антивавилона. Читаем дальше. Мы уже находимся в 20 главе. И здесь мы видим, что происходит с Авраамом. И с первого стиха здесь сказано, Авраам поднялся и был на время в Герария. И это там, где сегодня находится сектор Газа. Там, где Аждот, там, где Ашкелон, там, где Газа. Ну, Ашкелон и Аждот наши уже. Но в те времена это все были филистимские или плещтим земли. И там были царьки. Ну, каждый городок царек. В Герария царь был. Царь был Ави Мелех. Ну, в отличие от тех содомских царей, у кого имена были в возле или ненавидящий отца своего. Помните? А здесь царя звали Ави Мелех. Мой отец царь. Возможно, у этого человека были какие-то даже, он был, понятно, таким ханом. Но у него были ревностные отношения к Господу. Потому что, когда он берет Сару к себе, Господь с ним разговаривает. А Бог, мы знаем, не разговаривает с каждым. Почему он взял Сару? Ну, опять мы можем сказать, Авраам смолодушничал. И только бы целу быть, пускай хоть жену заберут. Наверное, смолодушничал. Возможно, у них были какие-то другие мысли. Мы не до конца всего этого понимаем. Потому что до этого Господь разговаривал с Авраамом и говорил, в Саре тебе будет. Короче говоря, там какие-то семейные вещи происходят. Но, в конечном итоге, Авимелех не прикасался к ней и говорит, я в невинности сердца моего. Он же сказал, сестра моя. И Бог говорит, ты о чем говоришь? Этот человек пророк. Помолиться за тебя будет хорошо. Короче, иди как-то рассчитайся с ним. Мы знаем, что случилось. Но очень важно понять, что после того, как Сара вышла из Гарема Авишалома, Авимелеха, прошу прощения, Авимелеха, и прошло какое-то время, она забеременела. И людские языки стали говорить. Ну да, они, конечно, там говорят, этот Авраам, этот Сара, Господь являлся нам, ангелы являлись нам. Но вместе со всеми явлениями, ну так люди говорили, она, вот ей 90 лет, она ничего не была, а тут на тебе, побыла несколько дней в Гареме у Авимелеха, и на тебе, беременна. И стали надсмехаться. Мы помним, что Господь в свое время сказал Аврааму, сына твоего назовут Ицхак. И с иврита это имя обозначает, цхок это смех. И его можно истолковать по-разному. Или Божий смех, типа торжество Господа, неожиданное, не ожидали и Господь дал нам. Или насмешка, аааа, сблудила там, не хочу говорить какое слово. И мы читаем, что в 21 главе Бытия, «И увидела Сара, 9 стих, что сын Агарь египтянки, которого она родила, насмехается и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее». Это уже второй раз. Первый раз сама Агарь насмехалась над госпожой своей, и у Сары включилась зависть. И это было неправильно. И там Господь вмешался, и Авраам вмешался, и они примирили их. Но сейчас Господь говорит, послушай Сару, жену твою, потому что сейчас это вышло за рамки. Измаил, он уже повзрослел, и он чувствует амбицию, и он насмехается над тобою, Авраам, потому что он говорит, что Ицхак Мамзер, незаконно рождены. И вот здесь нам тяжело понять, и мы можем только думать о всех чувствах Авраама, который был очень богатый человек и мог вполне построить два дворца на двух краях земли, и там и там все жили бы долго и счастливо, но ему пришлось подчиниться. Я думаю, что где-то так по внутренним каналам он продолжал поддерживать Агарь и ее сына, потому что Исмаил или Ишмаэль был его первенцем, Авраам был отец многих народов. Авраам это отец великий, а Авраам это отец многих народов. И он понимал, что от Ишмаэля тоже произойдут те, кто будут называться его детьми. Но насмешка над праведным это большая проблема, даже когда праведный делает какие-то ошибки. И здесь я хочу сказать, что пусть для некоторых из нас это будет серьезным уроком, когда люди начинают, извините меня за мой сионизм и патриотизм, насмехаться над Израилем или насмехаться над мессианским движением, что некоторые пытаются делать, потому что иногда человек сам не знает, где он переходит к границу. Вот Ишмаэль не подумал много, перешел к какой-то границу. Что важно сказать в сторону Ишмаэля, несмотря на то, что Агарь женила его на египтянке, и они как бы развивались параллельным руслом народу Израиля, когда Авраам умер и пришел хоронить его сын Ицхак, Ишмаэль тоже пришел. И многие комментаторы говорят, что это был момент исправления, чувы обращения Ишмаэля, и он умер как праведник. Но мы продолжаем читать дальше, и в 21 главе с 22 стиха мы видим, как Авимелех, это тот же Авимелех, в гареме которого была Сара, с филоном своим, министром обороны, пришли к Аврааму и заключили с ним мир. И сказали Аврааму, то есть царь, царек, говорит Аврааму, ты тоже царек, ты тоже князь посреди нас. Позднее мы увидим, как подобные слова повторяются из уст окружных народов. И Ицхаку, ты князь Божий посреди нас. И Иакову, это было признание, что они троем составляют некую, повторюсь, антивавилон, цепочку, народ, который представляет ихнего Бога. И пусть неведомого, но знаем, что зовут его Эл-Шадай, я уже интерпретировал это, почему так. Но мы продолжаем дальше, и вот здесь мы приходим к очень знаменательному событию, к 22 главе книги Бытия, и по сути, это, наверное, самый ключевой момент, потому что здесь произошло невероятное событие. Давайте мы почитаем про это событие. И единственное, что я хочу сказать, что в еврейской традиции, в еврейском молитвеннике, в еврейской традиции молиться три раза в день, трижды провозглашаются слова Акиды. То есть ежедневно, подобно как в христианских некоторых динаминациях, читается молитва. Отче наш, после пищи или после богослужения, в еврейском подходе Акида, вот эта история жертвоприношения Ицхака, читается ежедневно. Почему? Знаете, мы сейчас поймем через момент, хотя нет, я упряжу и скажу, потому что до сегодняшнего момента многие считают, что вот это вот желание или жертва Ицхака, Авраамом добровольная, сделала нас уделом Господа. А некоторые более медрашные толкователи говорят, что Авраам даже успел нанести удар Ицхаку и убил его, но тот был воскрешен моментально, и он хотел еще раз ударить его. И вот говорят, что тогда ангел остановил, и это не написано в Библии, это медрашим, говорят, что вот тогда пролитая кровь Ицхака на жертвенке до сегодняшнего дня является искреплением еврейскому народу. Я не думаю, что там было прямо два удара, но только почувствуйте, какая сильнейшая мессианская пророческая мысль. Потом это событие полностью совершится на кресте. Только не будет ангела, способного воспрепятствовать Господу Богу, приносящего в жертву за Израиль и за все народы мира своего единородного сына Иешуа. И благодаря той пророческой аналогии, символизму, который заложен вот в этом моменте, искупление простирается до краев земли, но давайте мы прочитаем. Думаю, важно прочитать этот момент и немножко разобрать его, потому что здесь есть, по сути, ответ, почему я делаю для вас разбор исправления мира, подтверждая, что Бог созидает Израиль как антивавилон. Давайте мы прочитаем 22 главу Бытия, но перед этим прочитаем 23. Вы сейчас поймете, почему. В 23 главе Бытия сказано, «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной, и умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, пришел Авраам рыдать по Саре, и пошел к сынам Хетовым и купил у них квартиру, могилу, место для погребения, махпела за 400 шекелей». Я почему прочитал с этого момента? Я хочу вам показать несколько вещей. И еще один момент. Буквально пару дней назад мы с женой, с младшими детьми отдыхали у нашего друга в Араде, и по пути, или точнее на другой день, там недалеко, 30 километров, поехали в Хеврон. Для меня это было первый раз быть на этом месте, и я весь на эмоциях. Но некоторые мидраши считают, опять-таки, это допущение. Я соглашаюсь с таким допущением, а вы как хотите. Они рассказывают такую историю. Когда в 22 главе Аврааму было слово «Встань, пойди, сделай», он взял утром своего сына и двух отроков и ушли. И история рассказывает, что, ну не история, а мидраш рассказывает, прошу прощения, что Сара в это время спала. Барыня 90 плюс лет отдыхала, позднее вставала, не в 6.30 утра. И когда она проснулась, Авраама и ее любименького Ицхака нету более. И она засуетилась, а она пророчится, то есть дух ее что-то возмутился. Она позвала слуг, и они жили на то время в Беершеве. И если вы посмотрите карту Израиля, Беершева находится там, где пустыня Негев. И она спросила слуг, куда пошли они? Она чувствовала что-то, но не знала нюансов. Они говорят, туда пошла, туда, и показали на север. Куда туда на север? Иерусалима тогда еще как города не было. И про гору Мориа еще никто толком не знал. А всего лишь в 20 километрах от Иерусалима стоял древний город Хеврон или Кириат-Арба. По преданию, в этом городе или на поле возле этого города, в пещере Махпела, Махпела это значит Кафуль, сдвоенная пещера, от слова Кафуль еврейского вдвойне вздвоенная, по преданию были похоронены Адам и Хава. И, по всей видимости, все люди Древнего Востока, когда у них было какое-то душевное переживание и побуждение встретиться с Творцом, шли туда, к Махпеле, и молились там. Но это объясняет, почему до сегодняшнего дня многие люди ходят и молятся на могилах предков или там, не знаю, у кого, не важно. Короче говоря, Саре, говоря, туда пошли. Она, скорее, собрала колесницу, утрирую, наверное, да, но не важно. И отправилась туда искать своего мужа, хотел сказать, непутевого, нет, написано путевого, потому что в Новом Завете и это предостережение женам не называть своих мужей непутевыми, а быть со своими мужьями, как Сара, называя своего мужа господин, не слышите, господинчик мой, а в смысле реально чувствуя его власть. А он чувствовал, соответственно, ее власть. Вот тогда, когда два госпожа и господин, вот тогда оно круто, это я вам могу сказать точно. Но она пошла туда, в Хеврон, и не нашла их. И Медраж рассказывает, умерла там от разрыва сердца. И Авраам пришел и там договорился, купил у них землю за 400 шекелей. И по тем временам рабочий зарабатывал примерно 5 шекелей в год. То есть он заплатил, прошу прощения, 8 шекелей в год. То есть он заплатил 50-летнюю зарплату обычного работника за вот эту махпелу, потому что он хотел быть связан, он понимал, что они второй шанс миру и хотел быть там, где первый шанс миру лежит, тоже чтобы лежать там. Короче говоря, для чего он прочитал эту вот историю? Чтобы мы могли понять, сколько лет было Ицхаку. Потому что многие смотрят мультик «Суперкнига», и для них Ицхак, идущий за Авраамом на жертвоприношение, такой мальчик лет 7, ему папа говорит, идем, я тебе куплю там у дяди, у дяди Хамуди мороженое за 5 шекелей и кусок пиццы. Пиццы, пойдем прогуляемся. Нет. Если мы читаем, во сколько она родила Авраама, прошу прощения, Ицхака, ей было 90 лет. 127 минус 90, но еще пускай год беременности. Аврааму, Ицхаку было примерно 96, 36 лет. Примерно 36 лет. Это возраст Христа, возраст Ешуа. И когда ему, Авраам говорит, пойдем, он задает ему абсолютно веские вопросы. Куда идем? Почему жертва? А где жертвенник? А где жертва? А где дрова? А где то? А где... То есть там шел разговор не просто такой. Но я хочу сейчас поделиться одним опытом. Короче говоря, несколько дней назад, буквально несколько дней назад, у нас сейчас выходная неделя, мы с женой, младшими, были по случаю в Араде, у друзей, и решили поехать в Хеврон. и мы попали туда, и дорога была открытая. Иногда там волнуются, но в данном случае все было супер. И мы попали в Махпела. И я настолько воодушевлен, тем мы заходим внутрь. И с левой стороны стоит гробница Якова. И я даже про мурашки не могу говорить. Немножко право, налево. Авраам. Его гробница стоит. И еще чуть-чуть Сара, поворачиваясь еще раз налево, Лея, Кицхаку. Ирифке невозможно было пройти, потому что они на мусульманской части этой гробницы. Но мы там стояли с Ниной, с детьми, и мы были просто в таком вот ступоре. Это то, о чем я вот рассказываю вам. Это наше начало. Это шанс номер два мира. Ну, давайте в 22 главу вернемся. Я хотел сегодня и про Ицхака поговорить, и про Якова, но, наверное, это уже только на следующем уроке. Эти темы крайне важны, потому что я вам рассказываю переживания, а наша жизнь это не только митцва, заповедь пришла, сделал. Нет, мы живые люди, мы живем, ошибаемся, и мы видим становление этого антивавилона. Мы, все мы сегодня проходим через тряски. Поэтому Яков пишет, апостол Яков, с радостью вступайте, принимайте различные искушения, потому что ваша вера или передряги, которые вы проходите, если вы их правильно проходите, если вы стоите за Божий стандарт и способны смирить свою гордыню и сделать следующий верный шаг после 10 неверных, то Бог исправит это, потому что вот и наши патриархи делали подобные вещи. И мы видим, что есть золото очищенное в семикратном этом огне. Мы все становимся лучше. Если мы пытаемся, если мы стремимся, мы делаем один шаг к нему, он делает нам намного больше, творец миров. 22 глава. После сих происшествий Бог искушал Авраама, сказал им Авраам, он говорит, я, вот он и я, возьми сына твоего и пойди из Хака в гору Мария, принеси его там в жертвоприношение. Авраам встал утром, третий стих, оседлал осла своего, взял с собой двоих отроков. Кстати, по писанию, когда мы читаем слово отрок, это не мальчишка лет 13-18. В дни Авраама всякий, кто еще не женился, считался отроком. Поэтому здесь могло быть вполне взрослые люди, но не в этом тема. Они на другой, на третий день Авраам возвел отчество и увидел то место издалека. И я повторюсь, это место читается в еврейской традиции молитвенной каждый день. И взошли они и сказал Авраам отроком, останьтесь вы здесь ослом, а я сын, и сын, пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Авраам взял дрова и возложил на Ицхака и пошли вместе и начал Ицхак, помните, 36 лет человек, говорить отцу, отец мой, где вот дрова, а где сын, а где же агнец для всесожжения. Авраам сказал, богу смотрит себе агнец. Слушайте, здесь я вам хочу сказать одну маленькую вещь. Очень часто мы слышим типа таких проповедей, как вот Авраам свято верил в воскресенье и хоть ему было очень больно, все-таки он колол сына верной рукой, потому что ему было понятно, что бог не оставит его без потомства и воскресит. Даже если это так, только подумайте, боль причинить своему ребенку, смертельную боль. Но я вам скажу более. Вот даже если он верил в воскресенье, вот в том плане, в котором мы понимаем воскресенье из мертвых, для него это было в день он и или в день последний, примерно так же, как одна из сестер Лазаря говорила Иешуа, я знаю, что воскреснет брат мой в день он и не сейчас, а вон и. И когда он это делал, это просто катастрофа, что происходило в голове Авраама, я говорю, как отец, и в голове Ицхака, который безмерно любил своего отца и понимал, что он жертва и его любящий, родной отец сейчас заколит, как барана. Не больно, потому что по еврейской традиции щита или зарезывание должно произойти с минимальной болью, просто перерезать артерию, чтобы жертва сразу отключилась, вытекла кровь, и тогда кошер и околь беседер. Но мы только можем представить боль и страх и все, что хотите там внутри. И те, кто герои, говорят, я бы, пошел бы, давайте мы будем поменьше восклицать гордо, я бы, он бы, Петр так сделал, потом три раза отрекался, поэтому мы никогда не знаем, как мы можем себя повести, но что мы читаем здесь, оно сносит голову, реально сносит голову, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам, жертвенник, разложил дрова и связал сына своего Ицхака, акад, то есть связал, и эта часть чтения называется акеда, если меня слушают неевреи, то спросите у любого еврея, знаешь, что такое акеда, все знают, короче говоря, Авраам простил руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына, но ангел Господень сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я, 12-й хангер сказал, не поднимай руки твои на отрок, а не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего ради меня, и возвел Авраам очи, и вот видит овен, там стоял здоровенный баран, он взял его, заколол, и 14-й стих, и назвал Авраам имя месту тому Иегова Ире, или Господь предусмотрит все, или Богу все видно, и вторично возвал ангел Господень с неба и сказал, вот здесь я хочу разобрать немножко подробнее, и вот здесь в этих стихах заложена вся истина и о еврейском народе, и о церкви, вот этих трех стихах, и на самом деле весь стик Кун Олам, который я предложил вам, это ради этих трех стихов, потому что большинство людей этого не видят, и я хотел через эти три стиха связать падение мира, избрание еврейского народа, приход Машеха, и утверждение еврейского народа как инструмента для исправления всего мира, и опция интегрально прилепиться к еврейскому народу, как говорится в Римлянам в 11 главе, и как написано в Ефесянам 2-3 главе, язычникам или не евреям через Ешоа Машеха к еврейскому народу, чтобы стать одним невероятно большим и действенным антивавилоном или инструментом в руках Господа, но давайте посмотрим, что эти стихи говорят, вторично возвал к Авраму ангел Господень с неба и сказал мною Би Нижбати с мною клянусь, и здесь я хочу заметить, никогда, никогда, нигде в другом месте мы не читаем, что такое Бог клянется, и если я спрошу вас, слышал ли кто-нибудь когда-нибудь глаз Божий, некоторые скажут да, некоторые скажут нет, а те, кто скажут да, скажут, что это чаще всего было некое переживание, отрезвившее меня, изменившее меня, но если я спрошу, какое там было, что было, то это будет чаще всего или какое-то пояснение, или невнятные слова, но здесь написано клялся, те, кто клялся когда-нибудь там в армии или когда давали обещание супруг супруге под венцом, я вечно тебе, и после этого, к сожалению, и после этого, к сожалению, через икс лет вдруг нарушили эту клятву обещаний, разводятся, не дай Бог, и я, к сожалению, как Роя Киила, как руководитель общины, вижу такие ситуации, и мне очень больно, но здесь Бог клянется Аврааму, творец всего, то есть непознанный, он не человек, может быть, есть какие-то отождествления с человеком, но он не человек, и он не ангел, перед ним все ничто, те, кто говорят, я повторюсь, наверное, в десятый раз, что сатан борется с Богом, ошибаются, нету Богу равных соперников, нету, он превознесен, возвышен над всем, великий, непознаваемый, превознесенный творец миров, тот, которому все покорено, и тот, кто делает все вот так, поэтому псалмы говорят, по слову своему поднимает горы и низводит их, не только горы, миры, не то, что авторитарные правители, а любящие, и вот этот любящий клянется человеку, и говорит ему такие слова, 16 стих, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единородного, единственного твоего, и вот здесь вот 17-18 стих, я хочу разделить на три части, чтобы вы увидели ясно, в чем клянется Бог, а его, не то, что клятва, его обещание, его просто брошенное слово исполнится, а здесь клятва, поэтому, пожалуйста, не спорьте с Богом, особенно то, что касается еврейского народа, и он говорит так, я благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, это номер один, то есть, я размножу тебя, и твое потомство, здесь будет двух типов, кто-то будет как звезды, а кто-то будет как песок, кто здесь звезды, кто песок, я не знаю, но четко здесь дается намек на два типа наследников Авраама, по плоти и по духу, и Павел это дело в Новом Завете четко интерпретирует, он говорит, мы, евреи, рожденные по плоти, судети Авраама, но в Галатах написано, что уверовавшие через Ешуа неевреи тоже становятся детьми Авраама, здесь не говорится про детей Ицхака и Ишмаэля, а только про детей Ицхака Израиль и про тех, которые через потом Хаицхака и Ешуа прилепятся и написано благословляя, благословлю и умножая, умножу, когда двойное повторение типа Амен или Амен-Амен, мы понимаем, это есть неоспоримая правда, которая уже сегодня осуществилась и продолжает осуществляться. Вторая часть клятвы, еще раз повторюсь, не обещание и овладея теми твое городами врагов своих там на самом деле на иврите написано вратами врагов твоих а если вы помните, когда я рассказывал про Вавилон, то слово Бавель оно на аккадском языке обозначает врата Божии или по сути то же самое, что Ева Хава говорила будем или змей точнее будете подобны Богу то есть там они в Вавилоне говорили войдем во врата Божьи и будем подобны Богу или Богам неважно но когда здесь написано и овладеет семя твое городами врагов или вратами врагов твоих это по сути твое семя антивавилон разрушит этот Вавилон не Бог будет вмешиваться но твое семя род людской он дал рождение Вавилону и семя Авраама разрушит этот Вавилон это предназначение тела Господня можете соглашаться можете нет но я не зря вам давал все эти инструментарные намеки Израиль инструмент молот или тобою я сделаю в руках Господа чтобы вы могли увидеть это место и третье часть этой клятвы и благословятся всеми твоем все народы земли за то что ты послушался гласа моего этот стих мне толковать не нужно потому что его истолковал лучший комментатор чем я и им является сам апостол Павел он сказал в данном стихе говорил как бы о единственном о Ешуа ама шиахе сыне божьем потомке своем то есть мы видим здесь три знаменательные вещи от Авраама произойдут два рода людей евреи и верующие в Бога Израиль не из еврейского народа через Ешуа прилепленные к обетованиям Израиля второе эта группа людей разрушит Вавилон не тот библейский город или страну а концепцию конфуза Вавилона являя миром истину это все интегрально связано еще с Шемом Симом которому Бог которому Ной сказал что ты благословен а Яфет то есть другие народы смогут получить удовлетворение если они будут подчевать в шатрах Шема то есть придут и подчиняться этому откровению которое Бог дает Аврааму Ицхаку Якову Моисею Ишуа Машеху и третье Машех спаситель то что он сделает как часть еврейского народа и как самоличное самоличное деяние это будет вообще непостижимо людскому роду поэтому потом Иоанн написал все что он сделал не могут вместить ни одни книги это не то что они не могут вместить ну наймите еще десяток писателей дайте им по хорошему компьютеру напишут что хочешь просто то что Ишуа совершил это изменение космоса настолько драматические через воскресенье из мертвых что мы даже понять не можем но об этом мы будем говорить позднее а сейчас я пока закончил Авраамом и вот заложением этого основания божьего народа инструмента в руках господа чтобы исправлять мир и повторюсь я хотел сегодня говорить и про Ицхака и про Якова но я переоценил свои способности но мне дают формат продолжить разборы немножко дальше поэтому может быть я где-то сокращу но мы будем двигаться дальше но идея понятна три шага деградации вниз и вот мы разобрали пока часть первого шага созидания вот этого антивавилона единства в человечестве вместо разрушенной гармонии в человечестве во времена вавилона я на этих словах хочу закончить пусть Бог благословит вас хранит во время этих пандемий вирусов и прочих вещей чтобы мы уповали на его милость и благодаря еще амашеху чувствовали на себе его искупительную любящую руку освобождающую нас от зла и давайте вместе будем жить праведно не делать грехов и учиться на ошибках наших праотцов утверждаясь добрыми делами которые они делали чтобы мы могли повторять это и делать то же самое пусть Господь благословит вас читайте священное писание и пытайтесь видеть мир шире шалом вам шалом вам и до следующей встречи субтитры